Установленная на Первомайском бульваре экспозиция оборонительное сооружение Великой Отечественной войны разграблено вандалами. Пропали несколько бесценных экспонатов, найденные поисковиками вещи погибших бойцов. Также в одном из мест вырваны балки сооружения, символизирующего солдатский окоп. Повреждено изображение почтальона, доставлявшего письма с фронта. С подробностями Нина Свечникова. Здесь пропали столовые приборы, которыми пользовались. Даже кто-то сумудрился разломать ложечку, вот мы видим. То есть это очень прискорбно. Инсталляция, посвященная памяти погибших в Великую Отечественную, сделана накануне Дня Победы. Самое ценное здесь – подлинные предметы бойцов, найденные поисковиками во время раскопок на полях жестоких и кровопролитных боев. Пробитые пулями каски, военные одежды тех лет, солдатские котелки, кружки и ложки. Меньше недели прошло с момента появления экспозиции на Первомайском бульваре. Но, к сожалению, уже нашли злоумышленники, кто ее раскурочил. Мы наблюдаем, что пропадают элементы военной атрибутики. Происходит даже такое, что испорченные, разбитые. Мы видим здесь элемент колеса. Это как раз почтальон, который развозил почту. Фигура, человеческий рост была представлена, которая, к сожалению, в таком виде теперь неузнаваема. В некоторых вандалах совесть все-таки проснулась. Например, вернули эту расческу, которую в окопах нашли поисковики и которая принадлежала кому-то из солдат. Но часть экспонатов пропала бесследно. Между тем, эта экспозиция размещена в самом центре Ярославля. Она тоже своеобразное лицо нашего города. Ее посещают и ярославцы, и туристы, прибывшие из других городов. Для многих, у кого родные не вернулись с фронта, тема войны особая и отношение к ней самое трепетное. Пока живет память о ушедших, особенно о солдатах, которые отдали свою жизнь, тогда и живем и мы. Потому что история – это не просто слово, это память о людях, которые, жертвуя собой, позволили нам сейчас гулять по таким красивым городам, которым является Ярославль и наш город Смоленск. Очень сложно передать словами. С одной стороны, некий ужас того, что пережили эти люди, которые воевали. Видя эту пробитую каску, мы понимаем, что эту каску носил человек, который сейчас где-то, дай бог, он похоронен как известный солдат, а не неизвестный. Власти Ярославля призывают горожан не проходить мимо, если они становятся очевидцами вандализма и обо всех случаях сообщать в полицию. Также не исключено, что для поддержания порядка на Первомайском бульваре установят систему видеонаблюдения. Нина Свичникова, Игорь Мосин.